МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТОТАРАСТАН ПРЕЗИДЕНТО РЫСТАМ МИНИХАНЫВ Бірләшкен ғарап әмірлікләрінді әшілклі сәфер қала 10-да ол Раси ғарап әмірлікләрі хокуматора комиссияның Сәуде-иқтисады хәмтехник қызметтәшік бойынша ұтырышында қотнаша. Шор айында 7-ші топқыру ештіріла. ТОТАРАСТАН ғарап әмірлікләріне нәрсеттә әғдім еті ола тулыра қолдағы материалда. Сәуде-иқті. Растан Минихановны бірләшкен ғарап әмірлікләрінің қолығара қызметтәшілік әмшетілішілері Министер Абдалла Альна Хоян Дусларша қоршалды. Президент Абудабида Аликуптен түгілгіне WorldSkills чемпионаты ябылу тантанасында қотнашқан иді. Шында ұқиярышының әлемі де қозан шахара делегациясы қолына күші. Бұй ұлайсы президент Расия ғарап әмірлікләрі құқметтәра комиссиясының сәуде-иқтисады ғамтехник қызметтәшілік бойынша ұтырышында қотнаша. Расия Федерациясының сәнағат ғамте сәуде министрі Денис Ман Турафикияқтағы қызметтәшілік иқтисады, сәнағат, мәдәниет, инновацион өлімтелерінің ұғытыдан ұмышлы тәжіребе месалады бастызықлады. Продолжение такого разближения приняты очень важный на наш взгляд решение. Куптен түгілбіз Расия гражданларына ғарап әмірліклеріне күрі қоғидыларын ғодылештірдік. Бу арада харакат итуше туристлар соным тағында артырды көте біз. Нәтижеде әлімтелерді нғар. Нефт хәмгаз жетіштүрді икі илдә лидерлар. Бұл үлкеді қызметтәшілігі түкуптеннен бара ғазір радиоэлектрон сәнағат үлкесіндіғы туқаралған. Татарстанда ғарап әмірліклеріне юғары технологиялы продукцияны тағдым еті ала. Қозан Верталет үзізауды әмь ешіл үзендегі гор кейсіміндегі қарби судмылар жетіштүр предприятийсы продукциясына сұрау зұр. Алар сыңғайларда яқын кіншіғыш, әмкін яқын кіншіғыш Азия базарларын яулай. Бағланышларының кең әйтуді республикінің сәуде үйтесады өкілігінің роли зұр. Рыстан Миниханов бірләшкен ғарап әмірліклерінің үйтесад министрі Султан әлмансуребленді ашырашты. Сөз Рәстеді ислам финансы сұлларын қолану қалал продукция жетіштүру инвестициялар өлмтелерінің ғыт ұтырында барды. Татарстан президенті министрінің 2018-ші илінің майында ұзашақ Қазан Самет ғалғара үйтесады саметті қатнашырға шақырды. Олға таба ғызмәттәшілік етуі әшираттаға адам келешекті ғарап әмірліклерінің азықтылық күртіні үстіру қаралған. Рәссінің 10 предприетесі мұңар ұқсат алған енді. Мұнантыш ғарап әмірліклерінді бізнің ерден білән біртіклі культурларыны ішкәрту, иләу хамсақлау үшін инфраструктуру бұлдыру планнаштырла. Дин әксім диніға яңауға сұрқанылар. Қазқасындылар есізгер шырек президент милий кадрлар әзірләуше вуз кереклігі турында дәуелет сәветіна юлламасы вақытында білдірген еде. Олар санауылу минутлар үшінді двиги тержи арғада торт пүшірге қырыз експертларына жылы сюжетлары білән елмай арғада мәкбүр үйтерге тейш. Үші хүнерлеріне популярдаштырушы яғрушқа старт берілді. Бүгін Татарастанда Воллс Килз түбәк чемпионаты бошланды. 800 құтнашушы 91 компетенцияді қүреші олдың ғылар кімнерсон жүнешілеріне нендей улама күті тұлғырақ росын ақысын діңіп. Түбәк ғара чемпионат итабына старт бүгін берілді бәйгі барлығы 6 мейданшықта өтәшелерінің бірсі қосан мәңлумәти технологиялар ғам өлімте техникумында. Видео жетіштүру компетенциясында күш тұнашушылар құлақшы киев фильм монтаждай. Маға қадыр алар картинканы бір топқырда көрмәгіндер. 6-минутлық фильм үшләу үшін аларын 8 сағат вақытлары бар. Конкурсантлар сценарийны оңыла прежиссернің не көрсетіргі түләуін жеткірігі әтиеш. Шоңа дайгіт қызларға мұны үзілігінен екі ұқытушылары білән үйреніргі тұры келі бүгін ешілердің үшін Татарыстан премьер-министрі Аликсей Писошында көз әтті. Үші ғын әрін үзілігілерді бігітілерді жа, машиналарыны да ремонтлаймын үсінді қозан ерміккесіндегі барған ұғызығы. Инзур мейданда химиклар, флорислар, хәмтранспортшылар ярыша. Халығара сервис күліетінде дә ешілер мәш, келесобар айыны қызы әділе вафині кондитер үшілінмелері компетенциясында жиңу үшін күреші. Икі ой күліетті нұқла бәзіләниргі тұры келген, иғе құнарға ғана қойта едікдей. Бүтін сауыр. Сауыр. Ну, ұзың білсә, ұзың яраты бұшыласам, бүтін нәсә бұлар. Бүйел біздің Абуқсайында бұл ашақ Рәсей чемпионаты Сахалинда, ғана әзірләнігі керек бізге. Біз мақсат етіп, бұйабыз ұшыс Сахалинда өткен Рәсей чемпионатында жиңу өне. Түбә ғара ярыш, 29-шін ноябірге қадар дөмі тәшек. Руслан Қсундинов, Иғір Раманов, Алина Бережнаев, Марат Сәйдгеряев, Радиғимаев, ғадыл Мұллахмәттіп, Ямағасыр каналы. Бүгінден бірді әмір әсей партиясының қолықтың қобыл ұйту аутнасы бошланды. Ол партия ұйышының 16 иллығына бағышланан шора, 3-ші декабірге қадар дәвам етәшек, біріншілерден болып, қолық білен Тотарастан Дәвлет Сәветі рейсі Фәрид Мұхамашын ұшыраш тәлбәтті. Бұрлық сұраларының шишілішін өзі күзеті барашақ Тотарастан Дәвлет Сәветі рейсі партия ға келушек ғражданларының сонына қорап, ұйышманың қолық тұрмышында әхеметлі рөл ұйнауын осызықпады. Түрлі мәселі бұршы, үштимағи органларының үшлеу бойынша бұршылып келген күшілерді бар, мені әйтек сәсет бойынша да бұршылалар, тіл тұрында да бұршылып сұраулар білен келділер мені бүгін, балылар тұрында қайғырталар, тұрақ сұрыйлар, үш сұрыйлар, мәдді ердем сұрый сұрау үшеларда бар түрлі сәбеп бұл ұларақ. Мәшуларына тұңнап, оралар білен оралашып, біздің бірден бұршы партия әлімтелеріні нұғыта, қолықта, шанышын ұғалып мей. Құмғауғасы, яшыл үзенінің майовкі, әмкеші күлічі ауыллары орасында 15 метрлы карьер барлықта келешек. Бұл бірөлерге финанса фойда кетері, сола қолқына әлбәтті бош бәлесі. Шынкі юллар, юла, топиғатқа шоқты зиян солына шығды бұршыла ауылды ешовшілер. Әлгі проект, иділ камы түйілуғындағылар үшін де қуанышты көлі шуға, қолық жиын қайшықты түрлі екларыны фикринесе, ғұзәл әлема өтіңлады. Экология ма, ей сайықты садай табыш ма? Қойсы үстінрек, майовкі қолқын карьер түріндағы қабар шығырдан шығара. Вы взяли в аренду больше чем на 50 лет. Кто будет? Арендыға 50-йылдан да азағырақ, вақыт қалғансыз, сіз файдасын көресіз, аннарыл жерлеріне кім тұрғызыр? Бұл шақтабет енді сіздің ұйышма болмай ашақ. Поселок майовкі, данные месторажи и малый ключи, а нет? Майовкі бестесі қам, күшек ключи ауылары карьер бұласы ұрынан шоқты ира ұрнашқан. Хаттасы бір түремәлі ұлет базынында санитар зоны 7000 метр ғына, әмінді 2 шақырым. Майорске карьеры проекте 2014-ші илдәшіліне башлаған, әмі 2 ауыл халқы үшін бұйоналық ойас күній ешін сұққандай бұла. Ауыл халқы біле нешіктір ауылдан сүйләшілер алып барсалар, үлларыны шестартып тұрашақ бұзып мәселен, бәлкі бұй жейін бұл мастайды. 2014-тен бірді аны күшешеді ғалитерге мүмкін. Карьер күшек ключи ауылына бігі ақын, ора бір шақырымнанда кемірек, ғалық табиғатке зұйон солынады. Яқындағына шешмелер біз сұнышуынан алабыз, мұнда шәтіргін сұғақытлық. Қазай башыласалар су кітешәк дитацияны кәтсіні. Тік күшімсіз мүйлікке ауыл қалқы хүжә түгіл, барсында министрлық әліте. Қазір ауыл қүжеліғы жерлерін сәнеғатны кінәгіне әйләндіресі қолған. Барлық ек машиналары түйілік аша ұзып ереяшек, шын кейбашқа ел ел ек. Қазір ғойқыт бізнің ішінде қуанышлы ғабар түгіл. Қазір қорарға, ұйларға керек. Әреспубликінің екология министрлығы есе әлі алытын ұрталықны соқылы ауыл қалқылардан тіплі жеуап кетсе дә, министр орын басары бұ, республика ішін іқтісады яқтан табышылады екінгіне бейгіләп үтті. Э, экология ягодная зиянда тугольма, гарантия верующей йог. Яшел Узен районнан Гузел Алимва, Альбина Миннивайева, Александр Лабанов, Юнага, Сарканала. Бали утравында Агунг, Юнартову отылывши, габашлаған альгия куринышина, ондай шевши йогташибыз. Козан-кызы Полина Бокову фотогат шырып, социалист шелтергеда куя истязге шырабыз. Юнартову курхыныш тудыру сэбэблі Балидағы аэропортларда ябылган Мұғжизалары болып қына тұра, әйтік Балық бестесі райнының ури шоллысы ауылы холқы ғымыр бойы, yulsызлықтан интігейкен. Әлі үстәуіне, мәктәбсіз, сарқауқанасыз, хәм кибітсізді, нешік ешисіздіпкен әсуресі кілі. Күрші солаға епігі барымдесәң, өз ауылынан шығып бауылмай. Тек, не хикмәт біздің тұшыры түркім өкелуге жетекшілік үліні бір ой үшінді солып құйарға да бағдай бірді. Біз кетке, ұшқалға нүшке құрға ұмас мекен, сон толырақ ұрусан ғысыны дейін. Қарқын үрттен мәктәб бауыларна шушып үшірақ, Ұқынашарға үліні таптарға тұры кيلі, ері баралар. Күршідәгі құтлы бүк әшауылы мәктібін әйіртүй шауыту, біз ұ ресалысына құрдағына кері. Бұ күзінің явынлы болуын іс кәналсаң, кермедий әрлік. Кибитсиз ауыл бы. Біздің әнилерді шамшығы иылры õнынышығы қатына шығанлар барсынды ел түзге, бұры whisperAyasa, бұрыr шамшылар баранышы олды. Бұл проблеманы оны ел шише алмайлары көршауыларда, үл салалар алар қиялан ағына, әбүгін бұл біздің дүш offered келіп түшуге. Ил салашин Ахшада табылды. Олжи текшелеги біздің янға өзекилді. Рейсхатта ил салашақ Иушманның исимин дабиле. 12-15-й дар, ил плана кертілді. 23-й наябрда аларының представители, подрядчик билен, инженер Радик Римович билен бұл елны қарадық. Ол объемны апределин, көпме материал керек. Шушу күнлерде башлы илбізді ба бешайты петті. Бұл ел нұ түші өй, яқынша 10 миллион сумға түші әк, яған айылға қадар ау қалқына бұл әк-ясы алырлар ма, йоқ мәлігі білгісіз. Әмі үлбулуға біз алар янақ, құттларға қайтып келешек біз. Бағлық бестесі райыннан Руслан Қүсіндің Сергей Хайдаров, Әмір Зайлышев, Яңағасыр каналы. Әлгі проблеміна қалитуде ердем сұра, біздің редакциеге бағлық бестесі райыны қалқы өзі шолтыратты. Өзігізіні біршіған мәс әлдер қақында сізді 5759 телефон ұшы қабар италасыз. Тұтарастандағы іші қолларын үлінің түзіліші министрі Юғары бәйелі Михайл меніларына бағшқаларға ұрны әйтіп тәкірсеті. Селектор кинешмесінде министр тұшқы түзіклендіру программысы өтәлішіне үмғақ ясады қазір ил бойынша ол 80%-қа башқарылған. Программы шәхерді ұңайлы мүхит бұлдыру проекте ашатырмыш қаушырыла. Найябір башында түзіліші министріліғаны өтәуші түбөкілер рейтингінда тәғдім еткен еді. Бірінші үшілікке Тотарастанда кірді, екінші ұрында қалу үгілкәсі, үшінші босқышта есі Шишня. Қазылар республиканан ғазсыз күн күрушісі бейіктауда бірінші ғруппа инвалид Михайл Лукин бүгінге қадар 21-ші қосарының ұнайлығын Тоти алмеша ешерге мәжбүрекен аның икі күзі де көрмей Михайлының қызы жерлі хакиметтің бұйыл ғаз кіртірге бағдап беруін әмі бір үште мөйтар мауын айтты. Шоған көрі үйіні ұтын яғып жылыталар. Нейшін ауыр ғалді күші үшінді шұндай қолған сұнтулыра қойзар шаймарданов. Михайлы Лукин оз сүзі бүгін ұл бірінші ғруппы инвалид сеге зелалік көздәрі көрмей башты. ғымыр бұя трактор іші бұлы біштәген Қазір ердәмші Марина қорамағында. Олашық үрткібік жерді еші. Марина ғайсы күнде ұтын яғып үртіні жылытырға тұры келі қойбірде барларда енді күгіріклерді барлық ғай келі башлаған. Михайлы Лукин ғаманың үртін цивилизацийадан бары 30-40 метр арағына айырып тұра көршеде әрбір үрті береді ғаз күртілген ғам Лукинларының үрті айырын береді ұтыра ғылып қалған көбәк әршен ұран бұйла бұз үші ғаз тұрбасына береден бары 30-40 метр арағына бұсады. Үз күшін бұл ғаз күртілген үшін жетмішмін сумақшы сұрғыларды Михайлы Лукинның Қызы Наталия ғазырғалар ғаз үшін шыншын лап күреш башла беттам. Бірінші атақ ғар тұрәлерге мұра жағат етіп қорай. Бір ойдан Замхарир Қышта баштаны әбейікті ұх ғакиметінде жауап бір. Қазпромға еуладық. Әмі Лукиннар үрті 2019-ді 18-шилларда ғазырып программысына әлекмеді. Проблемалғы Татарыстанның түзіріші министрді ғанлатма берді. Бақсан республика бюджетінда ғазырып ишін ұхшалар бұйыл тулысы білен ұрыс сұға кеткен. Демок Михаил Лукин, да 21-й годы в Ассар Умайлыклара билен Ешер, деген имитбара, бухышны она утон ягопши аргатуры келяшек. Виктор Айнынан Айза Шаймарданов, Андрес Интальсов, Ема Ассархинала. Қозанда инвалид бола тәрбейләвші ғойләлерге мейлік солымына тошлама асарға мөмкінләрі. Бұқ қоқтай сөзіні бүгін Қозан мәресіндегі үшіліклі дүшәнбік ингешмәсіндегі курзғаттыллара бошқылада. 2967 ғойләді инвалид бола бар. Оларға тошлама бірігі үшін 12 миллион сум үстәмі ұқша керек. Қозанда инвалид бола үшілік ғойләләлерге мейлік солымына тошлама бірі тәғдимін йоқлар бұлс. Мұның үшін 12 миллион сум ұқша керек. Шығар бүджеті мұнығына күтәрі де бұлим. Людмил Николайынны, бұл мәселені шығар дұмысының шираттағы сей-сейсені шығарға тәғдим етем. Нәрсәуіл ғойлә ғойлә ғазинәсі ғамана нешік соқларға. Бұл ұсырауға жауапына Республика бүйінші өтуші Секрас Кемера форумында қотнашуушылар білі. Бүгін олар орасында жүң үшілеріне тәбірікледілер. Олар ұз проектлары оша ғойләді, соқлан үші ғазинәлерінен түрлі ғолықларына дұсташтырда. Нинді үйгінті өсіргі мүмкін бұл ұнда күрсеті. Иң яқшы дептабылған 6 проект есі бүгін оқшалата премия білінді бүліклінді, жүң үшілер білін ісі Шулпан Косимовар ұлашты. Бүгін жүң үшілер үшін бәйрәм. Үз проектларын тұрмышқа ұшыру үшін көп мүвақыт кеткен, көп мүхізмәт қойылған. Бүліклі ұтантанасында олар үшіләнген үшілер үшін ғырурлық хистләрі кешірі. Найласа Мегулина, менің ғайләм ғазинасын номинации үшінді жиніп шыға. Әлігі бүләт біздің үшін бік ұрынлы. Проектіні олға табатырмышқа ұшыры үшін финансы шығынларын шишарға болша шақты ел. Біз үзі біздің шағары біздің тірлі милеттен бұлған көп балылы ғайләләріні бірләштірі үзінден тірлі шоралар үткері біз. Оларыны командыларға біліп, ярышылар, ойынлары үшітірі біз. Бүгілмә шағарын скауд дебат алған иреклі атырат түркімі тағдымиті. Оларының проектлары шәжәрә түзуге үннәтілген. Архивлардан үзләніп, экскурсиялерге еріп, олар қатты мүнченші қасыр бұлғанарын үзләп тапқанар. Бұлар барысы да шәжәрә дәуірін алған. Біздің конкурсға 40 проект әкдіметілді. Олар арасынан ең яқшы дейіп табылған 6 үш сөйлабалынды. Оларға құшылата бүлеклерді әзірледік. Қатнашушылар үшін мастер-класслар да ұзды. Әаларның үшләрі білән яқыннаннырақ таңышағат ләушілер, волонтерлар үзегі сайтында таңыш ала. Мұнда шылайлық нәтижелерді өрін алашақ. Шулпан Қасимова Александр Лабаныф, Яңағасыр каналы. Бұлғар радиоса мүлі премейсін алушы үмбір башқарушынан есімі үнді білгілі де. Бұл ой сайын Қойнархит проектының ең үскі босқышында барушы жүмішілер әлді аумында 60 жершінің 11 жері таушыға құйыла. Радиода иса олар ұрташы 6 из топқыр яңғырай. Иң-иңлер 9-ші декабр күнні 6-үлдізді олашы ақтылыра қолдағы материалда. Бір жерші олғар ғыла, икіншісі таушынығы ғолты. Яңағасыр каналында Шимбә сайын отнаның үн Қойнархитін сайлылар. Олар үшін томашашы таушы біре. Бұғадат ерійсін күна түгіл, оның нәтижасында үлінің үн популяр жерлары барлана. Қойнархитта біріншілікіне алған жершілер бұлға радиосу музыкал премисіна ебулайшақ. Мұннантыш, бошқа күрсеткішілер бұйынша да сайлылар. Әйтек, ой дауымында, ел дауымында, біз енді томашашыларының сөзіне де құлақ салабыз. Иферді инкуп сұралған жерлеріні барлығыз. Әсімі сұрау үшінде, қотлару үшінде қойсы жерлеріні сұрыйлар. Аларға да, аларында көзетіп барабыз. Венер ғанеевінің ұқушысы Азат Абитов милі премиеда икінші тавар қотнаша. Ол шылпан Зинатулині ғамнақия есіп овай жатыткен кім-кімнің ғафуытар жерін башқора. Рәсім Низамов, Илназбақ, Ришат Тахватуллин, Алсу ғамазат, Фазлыевлар, ғам башқолар. Олар қойнархит проектында түрлі ойларда жиңе. Демек, алтын елдізға туру елдан баралар. Бұй сімілікті тауын кімнәрі бұлуын томашашы, 19 декабр кешінде пирамиды күңіл ғашы өзәгіндегі зұр концертта білешек. Лайсан Сабирова, Зеляси Дыкова, Айгүл Бәтридзиновы, Яңағасыр каналан. Шығаралышы бізнің ғадаттәгіші спорта еңалғылықлары білін, Илдар Сафынын даваметі, Илдар ғайрлі кейші спортсөйішілерін нинді еңалғылықлары білін сөйіндірісің. ғайрлі кейші фәні, сіздің күрәш бойынша Татарстан көлеміндегі ярышылар түгілденде, Жиңішілер білгілі мұндан тұшыздың Рубин, Қызғаныш жиңу еуылу елмады. Спорттағы бұл ғайрлі кейшіпті ғайрлі кейшіпті ғайрлі кейшіпті ғайрлі кейшіпті ғайрлі кейшіпті үйінді еңалғылықлары білін сөйінді. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Деревенский гусь 250 Деревенская индейка 220 Деревенская утка 180 рублей за килограмм Избавиться от привычки сложно? Тогда просто поменяйте Поменяйте вредные привычки, но полезные Сохраните свою жизнь Минздрав Республики Татарстан У вас будет ребенок Современные технологии в репродукции и ЭКО Клиника Коррун, Даурская, 12 Купить! Непременно купить шубу или дубленку в Белке Продлеваем специальное снижение цен на все меха Белка Татарстан 7 Рубин футболчалары Россия чемпионатының 18-ші турында ЦСКА командсы билен ойынады Козанда узған Алега Ушрашуда Небары бір гол көзетілді Халетке шөзімні Икінші таймда Мескел спортчалары Рубин 0-1 Исаби билен Женгілуге дошар Шинбекинні Козан кулға Кунақта Локомотив билен Күрешшелер Козанда Женгішелеріні ашықлады Козанда Милли спорттар бұйынша Татарстан чемпионаты түгілленді Оқпар спортсарайында Республиканың Тірлі шәр хәм районларынан Жиылған 4 тезге ақын Нық біллі қатнашы шекелемде ұсталықтарын көрсетті Құрурланаруыз Әммәл әкен әлі бұл бізнің қаминликнің шеге деген зүстігін Мүмкінлігі зұр Әлі бізнің ИСКИ түшкүп Резеріқларымыз бар Бұл бәйгеді Баратик үзі біздің Республикадай әшәуіші спортшыларғына Шағаш ясады Яңа тәләпләр бойынша Шиттібөклердегі Құрышшылар Чемпионатқа кертілмеген Үттеді керінгі борған Құрышшылар бұйынша Әлмәт Қамансы Чемпион болып танылды Екінші орында Зай ә үшінші басқышта Қозанның Яңа савин спортшылары Чезбол білен Мауушет студентлар Көйсінашты Мүнді турлер Бешінші тапыр ұйыштырылып келе Үзіншілікті спортшарасында Бегеректі қызларының Ортуға күзетілі Студентлардан тұрш Мәктәб ұқушыларында Бұтырға жері бейтерген Ниеттілер Қозан Федераль университеті Чезбол бөнші Чемпион Исімен Соклап қолды Әлігі әмінашынды Яңалық ғылар Иві қтивар ғылшын рахмет Исіян сау бұл ғаз 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 Добрый вечер на ТНВ новости. Исіян сау бұл ғаз Сау бұл ғаз Исіян сау бұл ғаз Бұл ғаз Традиционные приветствия и дружеское рукопожатие. Так начался видит Рустама Миниханова в Абу-Даби. Он рассказал, что за последние полгода второй раз посещает эту страну. Основное событие седьмое заседание межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Во главе российской делегации Денис Мантуров. Он отметил, что спектр совместной работы очень широкий. Торговля, экономика, промышленность, инвестиции, гуманитарные и культурные связи. Мы высоко оценим доверительный и конструктивный характер сложившегося между нами диалога, тон, которому задают регулярные и продуктивные контакты между лидерами наших стран. Обсудили работу по расширению списка российских предприятий, имеющих право экспорта продукции и животноводства на рынок эмиратов. Десять предприятий уже получили разрешение. Отдельно в рамках заседания Рустам Миниханов встретился с министром экономики эмиратов Султаном Аль-Мансури. Говорили об исламских финансах и халяль-индустрии. Ранее было принято решение об упрощении порядка въезда в Арабские Эмираты для россиян. Это поспособствует росту туристической активности, надеются обе стороны. Альбина Сулгараева, ТНВ, Абудаби. Национальный университет должен быть инновационным. В Татарстане вернулись к обсуждению создания нового вуза. Об этом сказал Рустам Миниханов в рамках молодежного форума «Москва-Татарстан». Напомним, президент республики в выходные в столице России встречался со студентами, аспирантами и уроженцами Татарстана, которые сейчас проживают за пределами. На встречу президента спрашивали и о новых подходах к изучению татарского языка. Также участников заинтересовали перспективы появления национального университета. Ранее президент об этом говорил в своем послании к госсовету. Университет Татарского. Мы эту тему заново еще подняли. Конечно, надо эту тему решить. И она как бы стоит на первом плане. Но если у вас будут какие-то видения, потому что не только чисто образовательная, а еще она будет инновационная, было бы неплохо. Давайте ваше предложение. Три дня под капотом грузовиков, восемь часов за компьютером и счастливые минуты для гурманов. Сегодня в республике стартовал региональный чемпионат рабочих профессий. 800 участников, 91 компетенция. Это самое большое первенство молодых профессионалов в истории России. Что ждет победителя? И как студенты из настоящего работают в будущем? Салават Ухмадолин. Участники погрузились в молчание и раздумья. Эксперты уже потирают руки. А сборная Татарстана ищет новых героев. В 9 часов утра в республике стартовал региональный чемпионат молодых профессионалов. В программе 91 компетенция. Это самый масштабный чемпионат в России. Одни создают программы для бизнеса, другие разрабатывают веб-дизайн, третьи из будущего занимаются мобильной робототехникой. Только в области информационных технологий на Татарстанском WorldSkills 11 компетенций. Все видеопроизводства, то есть ребята делают видеоролики. А точнее, эксклюзивный отрывок из еще не вышедшего в прокат фильма «Халима». На монтаж 6 минут у участников 8 часов. За процессом сегодня наблюдает и премьер-министр Алексей Писошин. Многое от монтажера зависит. Можно такое сделать, что режиссер посмотрит и скажет, что я вообще такое снимал. Мы стараемся поддерживать наш имидж IT-столицы. Соответственно, мы смотрим все компетенции, которые востребованы в мире, в России. В общем, за три дня мы должны все устроить. Собирают двигатели и ремонтируют машины молодые профессионалы на Казанской ярмарке. Самая большая площадка чемпионата собрала химиков, флористов, пилотов-беспилотников и самых востребованных на рынке труда участников – специалистов-транспортников. Разборка спорта двигателей, дефектовка. Потом у меня идет система кондиционирования. И завтра я буду заниматься электрикой, тормозной системой и коробкой передачи. Самые вкусные компетенции в колледже сервиса – повара, кондитеры, пекари, отдельно мастера татарской национальной кухни. Одни готовят, другие правильно подают блюда и администрируют весь процесс. Наша основная задача – качественная подготовка к национальному чемпионату. И побольше наших ребят должны попасть в сборную команду Российской Федерации в чемпионаты мира 2019 года, который состоится в городе Казани. Все победители получат путевки на Сахалин. Именно там пройдет национальный чемпионат. Уже завтра стартуют компетенции геодезия, дорожные и спасательные работы. Рекордное количество участников регионального этапа должно перейти в качественное выступление уже на российском и мировом этапах. Слават Мухмадолин, Игорь Аманов, Марацид Гараев, ТНВ, Казань. Судьба татарского языка – помощь в получении жилья и трудоустройства. Это те вопросы, с которыми сегодня татарстанцы пришли в общественную приемную Дмитрия Медведева. Общался с жителями Фарид Мухаммедшин. Встречи проходят в рамках недели «Единой России» и приуроченные к 16-летию создания партии. Задать свои вопросы и рассказать о проблемах можно депутатам всех уровней, от Госдумы до сельских поселений. Все вопросы председатель Госсовета обещал взять под контроль. Нескончаемый поток людей. Люди идут. Это нужно и нам, это значит и востребован людьми. Я лично рассчитываю, что это доверие к политической партии «Единой России». Экология или экономика между деревнями Майовка и Малой Ключи Зеленодольского района появится песчаный карьер глубиной 15 метров. Жители категорически против. Они считают, место рождения принесет разработчикам финансовую выгоду, а им головную боль. С ними согласны и сотрудники Волжско-Камского заповедника. Настоящий разбор полетов превратился сегодня в сход граждан. Подробности у Альбины Минебаевой. Вы считаете, разработка карьера это нормально? Нормально. Это экономика республики. Между экологией и экономикой, как молотом и наковальней, жители села Майовка с эмоциями встречают новость о появлении нового карьера. Вы взяли в аренду больше, чем на 50 лет. Кто будет заниматься восстановлением этих земель после того, как закончится аренда? Вашей организации уже не будет. Поселок Майовка и данное месторождение, и Малые Ключи, они расположены на достаточно большом расстоянии от данного месторождения. Даже у сибириязвенных скотомогильников и тот тысяча метров санитарной зоны. В данном случае тут 2 километра. Проект карьера Майорский разрабатывается с 2014 года, но для жителей двух деревень извести, как снег на голову. Пообещали чистку дороги, я шутрирую, конечно. Но если все это делали по-человечески с 2014 года, то возможно вот этого исхода бы и не было. Ближе всего карьера кажется к Малым Ключам между селом и месторождением нет даже километра. То самое село Малые Ключи между предполагаемым карьером озера и несколько сот метров поля. Проектировщики убеждают, что все в порядке, а вот сельчане ждут экологической катастрофы. Ну в близости находятся родники, с которых мы берем воду. Нам негде, ниоткуда пить. У нас чистые родники. Вся вода уйдет, говорит Татьяна Катина. Времени противостоять разработчикам практически нет. Остается лишь перевести землю и статуса сельхозназначения в промышленную. Уже в министерстве будет это все решаться. Это уже не столько зависит от нас, мы не собственники. Весь грузопоток с этого карьера пойдет через территорию заповедника. Дорога у нас только одна через заповедник. В этом плане мы тоже не в восторге от этого и будем над этим вопросом думать. Нейтралитета придерживается именно экология республики, хотя жители ждали от представителей ответа. Заместитель министра лишь отметил, карьер может стать экономически выгодным для республики. Окажется ли он экологически убыточным, никто не гарантирует. Альбина Винебаева, Александр Лобанов, ТНВ, Зеленодольский район. С дербышками шутки плохи. Казанский микрорайон прославился на всю страну после выступления московского комика. Столичный стендапер на шоу в Казани пошутил над названием колоритного поселка. После чего получил даже угрозы расправы от оскорбленных жителей. Почему про поселок теперь шутит вся страна и собирается ли извиняться юморист Лина Зинатулина? Когда ты срешь, и там кусочки морковки остались, и ты смотришь такой, о, дербышки там были. Тираду легкого и не очень юмора вылил на казанский поселок комик из Воронежа, ныне живущий в Москве, Александр Долгополов. Выступил он в Казанском университете в начале ноября. По примеру программы «Прожектор Перис Хилтон» четыре стендап-комика обсуждали последние новости. Шоу называлось «Пора разбираться», и кто-то воспринял это как руководство к действию. Два дня назад автор шутки поделился в соцсетях угрозой от некого Мартина Майорова. Всем такая, пару человечков хотят себе немножко лицо подправить. Вчера комику пришлось отменить уже московское выступление, куда автор угроз пришел лично, сообщил Долгополов в соцсетях. Извиняться перед ним комик не планирует, но для других свою шутку пояснил в одном из видео. Я ждал над тем, как звучит слово дербышки. Там не было сказано ни единого слова про то, что я был в этом городе, и он мне совершенно не понравился. У названия поселка, который для кого-то звучит странно, две версии происхождения. Возможно, оно возникло от имени Дервиш. Дервиш Гали звали государственного деятеля Казанского ханства. Второй вариант – от феномена дервишества. Дервиши – странствующие мусульманские аскеты. Ну, вообще он прав. Далеко не все оскорбились шуткой, кто-то даже отнесся философски. Правильно парень сказал, я не назову это слово, да? И писают тут, и не знают, что делают, и бросают мусор. Шутка, конечно, смешная, но, конечно, очень неприятно, когда говорят про твой район, где ты живешь. А в интернете комика поддержали флешмобом. Пользователи соцсетей активно соревнуются в юморе под хэштегом «100 шуток про дербышки», что, надо сказать, прославило поселок на всю страну. Тем временем Александр Долгополов написал в полицию заявление об угрозе, а мы написали стендаперу. Спросили, что же это было. Я искренне извиняюсь перед людьми, которых могла оскорбить моя шутка. Я, конечно, не закладывал в нее оскорбительный посыл и шутил лишь над самим звучанием слова. Я уверен, что это замечательный поселок с замечательными людьми. Но с угрозами я буду разбираться при помощи полиции. Ни одна шутка не заслуживает насилия в ответ. Но все же слово не воробей. В каждой шутке зритель ищет долю правды. А целый поселок — это точно не шутки. Ты оставишь дурные замашки и полеты в терпички. Лина Зинатольевна, Александр Лобанов, ТНВ «Казань». Татарстанские дворы получили высокую оценку министра строительства и ЖКХ страны. Михаил Мени назвал их образцовыми. На селекторном совещании министр подвел итоги работы программы благоустройства. Сейчас она завершена на 80%. Программа реализуется в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. В начале ноября Минстрой представил рейтинг регионов по его реализации. В тройку лидеров попал Татарстан. На втором месте — Калужская область, на третьем — Чечня. Плесень, сырость и холод. В таких условиях живет слепой инвалид в высокой горе. В частный дом до сих пор не провели газ. Согреваются дровяной печкой. Дом обещали включить в программу газификации в 2017. Но год близится к концу, а начало работ не видно. Когда к больному пенсионеру придут блага цивилизации, выясняла сегодня Анна Городнова. Дрова в этом доме — единственный источник тепла. Ближе к морозам запасы в поленец окончаются быстро. Нужно и дом истопить, и баню. Каких-то 50 метров отделяют хозяина дома от главного газопровода. Соседи Михаила Лукина таких проблем не знают. Справа — пятиэтажки, слева — частный сектор. Газовая труба тянется по всей улице. Но почему-то этот дом как островок, без благ цивилизации. Полностью слепой пенсионер Михаил Лукин живет в доме один. Помогает дочь, иногда просит знакомых. Когда в 2009 году в Высокой горе проводили газ, его дом в программу не попал. По стечению обстоятельств, прежнее строение на этом месте сгорело. А на новые документов еще не было. Лукиным обещали включить дом в программу 2017 года. Отмечается, что они здесь были, и все. И вы же уходят. У них одна слово. Не можем, не можем. Из-за сырости в доме начала появляться плесень. Тепла от печки не хватает. В холода спасает только электрообогреватель. Провести газ за свой счет, а это по минимуму 70 тысяч. Не в состоянии. Пенсия инвалида всего 15 тысяч рублей. Трансгаз нам насчитали сначала 36, там с чем-то тысяч. В течение трех лет они нам прокопают эту землю. После этого еще 36 лишних тысяч. Все поступающие заявки у нас в исполнительный комитет мы направляем, собираем, направляем в Газпром Трансгаз Казань для включения в программу газификации. 2018 год этого дома нет. В Минструе Татарстана нам пояснили, запланированные на этот год деньги программы газификации ушли на другие цели. С выводом из эксплуатации Русинской ГРЭС в поселке графского типа УРУСУ, в руководственной республике было принято решение о модернизации схемы теплоснабжения. В Минструе также сообщили, строительство газопровода в этом частном доме включат в заявку программы газификации на следующий год. Так что эту зиму Михаил Лукин пока снова встретит в грейсу печки. Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, могут получить льготы на имущественный налог. Об этом сегодня говорили на деловом понедельнике в мэрии города. Инициатива будет рассмотрена на ближайшей сессии Гордумы. Подобная практика уже реализуется в Уфе, Ижевске и Нижнем Новгороде. Безусловно, поддерживаем инициативу о представлении льгот по налогу на имущество семьям, воспитывающих детей инвалидов. Сумму 12 миллионов городской бюджет, мы уверены, осилит. Мы должны быть площадкой для всех лучших инициатив. Уже сегодня в Нижнекамске началась выдача документов на новые квартиры в многоэтажном социопотечном доме номер 27 по улице 33 Победы. Новоселами станут 120 семей. Как ожидалось, он заселяется по плану. Когда жизнь сельчан парализовала дорога, а точнее ее отсутствие со своей проблемой, в нашу редакцию обратились жители села Уреево-Челны Рыбнослободского района. Здесь проживают 50 человек. В селе нет школы, поликлиники и даже магазина. За элементарными благами цивилизации местным жителям приходится ехать в соседние поселения. Но что делать, когда из села просто невозможно выбраться? Сергей Хайдаров. Таких дорог не может ездить автобус. Детям надо в соседнюю деревню 2 километра пешком ходить. Так начинается каждое утро у школьников из села Уреево-Челны. Галина Толстова рассказывает, жизнь местных – одно испытание. Здесь нет своей школы, поликлиники, магазина, а самое главное – дороги. В плохие погоды дома сидим. Без хлеба, без магазина. И скорая не может приехать, и пожарная не может приехать. Сюда перестали заезжать и автолавки. Дорога здесь такая, что они рискуют сильно задержаться. Поручают вездеходы вроде Нивы и УАЗа, но они есть только у двух сельчан из 50. Передвигаться по селу на личном авто для местных жителей – настоящая роскошь. Это они могут делать либо летом, когда земля сухая, либо зимой, когда ее уже подморозят. Все остальное время движение транспорта здесь просто парализовано. Сегодня минусная погода, поэтому только более-менее другое. Весной и осень невозможно уже ездить. И на Нивы тоже. Решить свою проблему сельчане пытаются уже восьмой год, однако безуспешно. Все это время они лишь наблюдали, как дороги строят в соседних селах. Говорят, что строить деньги нет. Мало людей, но все равно же мы тут живем, все равно же надо нам жить тут. Однако оказалось, деньги все-таки есть. Они нашлись, как только мы приехали в деревню. Как говорит глава поселения, он даже знает подрядчика. До конца года они мне так обещали. Говорят, это недолго, просто материала пока не хватает. Вот две баржи сейчас подедут и начинаем делать. Предположительная стоимость дороги 10 миллионов рублей. А будет ли она готова к Новому году или жителей вновь ждет сюрприз? Они обещали нам сообщить. Сергей Хайдаров, Амир Залюшев, ТНВ, Рыбнослободский район. К другим темам. Победителям почеты деньги на дело сегодня наградили лауреатов республиканского конкурса «Реликвии моей семьи», что прошел в рамках образовательного форума «Все краски мира». Его участникам было предложено придумать и показать на деле, как семейные ценности могут помочь в дружбе народов. Шесть авторов лучших проектов получили сертификаты на 20 тысяч рублей. Эти деньги нужно потратить на воплощение своих начинаний. На 20 тысяч, на самом деле, можно очень много, если у тебя есть поддержка команды добровольцев, которые работают с тобой плечом к плечу. Звезды российской эстрады на одной сцене с детьми 30 ноября в Казани пройдет всероссийский культурно-благотворительный фестиваль «Добрая волна». Благодаря проекту дети с ограниченными возможностями смогут исполнить свои мечты и выйдут на большую сцену с известными артистами. Организатор фестиваля Игорь Крутой, а среди приглашенных гостей Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Анита Цой, Доминик Джокер и Дина Карипова. А впереди вас ждет прогноз погоды, а сразу после хоккеисты Акбарса встретятся с игроками хоккейного клуба Сочи. Ждем хорошей игры и болеем за наших. Хорошего вечера. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачная, высокая, средняя, рыночная. Но если вы ищите низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Салон кожей меха Мехополис. Широкий размерный ряд, беспроцентная рассрочка, приятные подарки, шубы, дубленки и пухвики для мужчин и женщин. Стильные версии для молодежи. С 20 по 26 ноября черные недели. Скидки до 70%. XL, третий этаж. Твой новый день. Это новые горизонты, новые задачи, грандиозные планы, встречи с друзьями и только он. Это движение вперед. Это ты. Открой свой идеальный день с сайтом Women's Day. Заходи. vday.ru В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. Купить. Непременно купить шубу или дубленку в Белке. Продлеваем специальное снижение цен на все меха. Белка. Татарстан 7. Республиканский конкурс красоты материнства и семьи. Нечкабиль приглашает на праздник, посвященный Дню Матери. 13 простых и прекрасных семейных историй о вечных ценностях жизни, материнства, любви и добра на финале 13 конкурса Нечкабиль. 30 ноября. КРК «Пирамида». Генеральный информационный партнер. Телерадиокомпания «Новый век». Генеральный радиопартнер «Ретро-ФМ». С 1 по 3 декабря. Спортивный комплекс «Маяк». Сборная России по тяжелой атлетике и зарубежные спортсмены встретятся на всероссийском турнире памяти Александра Курынова. Приходи поддержать наших спортсменов. Легенда татарской эстрады Салават Фатхеддинов с новой программой. Скоро в вашем городе. 7 декабря. 8-го Пестрицы, 10-го Саратов, 11-го Пенза, 12-го Старая Кулатка, 13-го Кузнецк, 14-го Параньга, 17-го, 18-го Москва, 19-го декабря Нижний Новгород. Не пропустите! Салават Фатхеддинов с новой программой. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска и изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Быстро и качественно. Изготовим шкаф-купе по вашим размерам. 3D-проект шкафа, доставка, установка бесплатна. Только в ноябре назовите пароль «ДМ мебель» и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. Данил Мастер. Настало время низких цен. Казань. Восстание, 23. Телефон 2-167-166. Ну что ж, теперь поговорим о погоде. Холодный атмосферный фронт принес в республику понижение температур. В предстоящие сутки в Татарстане ожидаются осадки в виде снега. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке республики ожидаются осадки в виде снега. Температуру воздуха составит до 2 градусов мороза. На северо-востоке Татарстана облачно. Небольшой снег и минус 1 градус. На севере республики местами пройдет снег. Там будет до 1 градуса мороза. На северо-западе Татарстана пасмурно. Не обойдется без осадков. Температура воздуха там составит минус 2 градуса. На юго-западе республики облачно, снег. Температура воздуха составит до 2 градусов мороза. В центральном районе республики местами пройдет снег. Температура воздуха составит минус 1 градус. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. Спонсор выпуска ОАО Марбиофарм. Гриппофлю. Не дайте простуде гриппу, испортить вам жизнь. Гриппофлю. При насморке, лихорадке, ознобе. Гриппофлю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Гриппофлю. Умеренная цена. В Казани в предстоящие сутки ожидается ясная погода. Температура воздуха днём составит до 2 градусов мороза. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 84%. Магнитное поле земли спокойное. На этом наш выпуск завершён. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова